Совет для видеоблогера номер 7. Или совет для Некрашевича, которому в 2014 году приспичило стать видеоблогером. Перестаньте быть многорукой Шивой. Поймите, что вы без команды никто и звать вас никак. Нет, очень хочется верить в то, что вы сможете делать монтаж, делать дизайн своих обложек, также искать интересные идеи для роликов, делать оптимизацию роликов, размещать их в социальных сетях. Хочется. И поначалу у вас получается. Поначалу у меня тоже получалось. И я был такой воодушевленный. А потом ты понимаешь, а зачем я это делаю? Затем, чтобы ко мне приходили клиенты, затем, чтобы ко мне приходили рекламодатели. А потом, когда ко мне приходит клиент, как это было сегодня, у меня два клиента по два часа консультации. Смогу ли я сделать, еще снять видеоролик, поставить на монтаж, сделать ему обложку? Наверное. Если в моих часах сорок восемь часов в сутках. Но, к сожалению, у меня двадцать четыре часа в сутках, и я хочу поспать. Нет, можно. Посмотрите, есть обманка такая, она была у меня. И она была у многих из вас. Вы сейчас себя узнаете, у некоторых из вас. Вы находитесь в режиме подъема, и вы начинаете херачить. Вы начинаете херачить, и у вас получается. Но вы не замечаете, что ваш организм, он идет, знаете, как вот машина идет на механизмы без масла. Оно херачит все, да? Все работает, оно едет, вы такие, сто двадцать, там, дам, там, поехало, там сто сорок, уже двигатель вот-вот. И когда у вас срывает крышку от башки, никто не знает. Очень часто срывает так, что потом не хочется ни видео, ни денег, ничего вообще. Вы говорите, я пойду, я вас понимаю. Это называется профессиональное выгорание. То есть вы пока в кураже, у вас пока получается, вас штырит, и у вас вы такие, и монтаж могу, сэкономил здесь, и обложки могу, сэкономил здесь, и сценарий могу, и сам снял. Оператора нанять, да нафиг он мне, я сам себе оператор. Там такой, и такая многорукая шива. И вы все, и вы такой большой-большой молодец, и вами восхищаются. Мною вообще восхищаются. Ну и Некрашевич ты даешь, и на монтаже сам, и снимаешь сам, и то сам. Я говорю, так я сейчас скоро музыку буду писать. Вот все. Зачем мне музыку покупать, я сейчас напишу. Что там ту музыку писать. Вот. И веришь в себя, и это преподносит. Чем выше поднимаешься, тем больней падать. Правда такова, что потом мои труды никто не покупает. И я себя убеждаю, ну не покупают, но я же никому и не платил, значит никому и не должен. А вопрос, зачем? Зачем вы все это делаете? Ради того, чтобы доказать себе, что вы это умеете? А где деньги? И вот самый главный вопрос у меня был, хорошо, а где деньги? Так я бы в это время лучше поспал бы, побыл с семьей, съездил бы куда-то отдохнуть. Да? Почему? Потому что, когда мы начинаем заниматься чем-то, то рано или поздно у нас это занимает огромную часть нашей жизни, и хочется, чтобы это приносило доход. Потому что лучшая работа – это хобби, приносящая доход. А если у нас это не приносит доход, то это просто такое развлечение. То есть, и это начинает быть обременительным. Почему? Потому что мы можем этим заниматься только придя с работы. Там Саша приходит с работы, Саша снимает боты и садится делать там монтаж. То есть, я спать хочу. То есть, вопрос в том, что, смотрите, есть слово называется делегирование. Начинайте это, делегирование – это не найм на легкую работу, а делегирование – это привлечение сотрудника на ту работу, которую вы могли бы сделать сами, но пока вы можете взять к себе человека, делегировать ему часть каких-то обязанностей и с тем, чтобы он дал вам результат. И совокупность результата от ваших сотрудников будет вашим результатом. И вы на этом сможете зарабатывать. А это первый вопрос, смотрите, первый совет для видеоблогеров. То есть, где вы будете брать деньги. И поэтому надо относиться к своему каналу, как к бизнесу, как к тому, что вы будете инвестировать туда и в первую очередь надо инвестировать в сотрудников. Давайте я все время говорил клиентам и на фрилансе, я уже более там 16 лет. Что я говорю? С сильной командой я всегда заработаю денег. Всегда. Вот если у меня есть сильная команда, я всегда заработаю денег вот вообще там, да. То есть, давайте представим, если у вас есть классный канал, вы, возможно, заработаете денег. Но если у вас есть классная команда, которая может создавать классный канал, вы гарантия заработаете денег и гораздо больше, чем с одного канала. Согласны? Поэтому не надо быть многорукой Шивой. Начинайте делегировать. И чем раньше вы это поймете, чем раньше вы будете собирать команду, тем больше у вас шансов будет на успех. Почему? Команды сильнее одиночек. Это не теорема, это аксиома. И чем раньше вы это поймете, тем быстрее у вас придет пара-бара-бам. Субтитры создавал DimaTorzok